Основная конструкция хорговых, то есть все самое главное, про то, как устроены животные нашим своим типом, типом хорговых. Тип делится на три разных по типам. Позвоночная – это самый сложный и известный по типам. А кроме этого личинка хорговая, взрослую форму которых вы в прошлый раз смотрели, и голова хорговая. Так вот, голова хорговая ближе всего к самым древним, к исходным хоргам. И они дожили до современности. Называются эти ребята сейчас ланцетники. Ланцетников не так много, их около 20 видов. Зависит от того, как стематика построена. Ну, в среднем 20 видов. Обитают в морях и океанах субтропического тропического пояса, наиноковую. Губину не лезут. Ввиду придуманного образа жизни, робятся в домах осадок. Размером 5-7 сантиметров. То есть вот это уже могучий ланцетник. Вот такого размера. Тело полупрозрачное, сильно сплюснутое с боков. Похожный, похоже на ланцет. А кто понимает, что такое ланцет? Ну, понятно. Слово устаремое вышло из-за бюхов достаточно давно. А что такое скальпель? Кто понимает? Аксиологический нож. Совершенно верно. Так вот, скальпель бывает разных полных. Чаще всего вы, скорее всего, вот такие скальпели видели, с односторонней заточкой. Но бывают еще вот такие скальпели. Тоже с односторонней заточкой. Так вот, вот такой классический скальпель называется ланцет. Вот форма клинка у этого скальпеля, как раз форма ланцетника. Итак, ланцетники. Это, ребята, примерно такой форма. На конце тела хвостовая складочка. С противоположной стороны, вот здесь, снизу, с стороны брюха, углубление. Только это не ртовое отверстие. Сейчас покажу. Вот кусок пластилина. Так. Я беру, в нем делаю ямку. А на дне ямки делаю отверстие, проходящее сквозь весь кусок. Скажите, пожалуйста, пищеварительная стимуляция у нас проходит сквозь все тело? Угу. Смотрим. Так. Хорошо. Ваша пищеварительная стимуляция в ход есть? Да. Как называется? Ртовое отверстие. Выход есть? Да. Как называется? Анус. Анус. Совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, где у этого пластилинового зверя ртовое отверстие, где она? Ртовое отверстие. Является ли вот эта кромочка ртовым отверстием? Нет. Нет. Вот оно ртовое отверстие. А это ямка на дне которой ртовое отверстие. Вот это понятно? Так вот. Вот это предртовая ямка, предртового углубления. На дне его как раз ртовое отверстие, которое идет в человек. Хорошо. А из этого, из этой ямки, вот так наружу, торчат жесткие щупальца. Зачем нужны, чуть позже поймете. Да. Анальное отверстие вот здесь. У начала хвостовой складочки. Еще какая-то странная дырка посередине пуха. Сразу скажу, у нас такой нет. Вот это двух ломанцетников. Все. Больше ничего нет. Ни глаз, ни шеи, ни носа. Вот совсем ничего. Тело полупрозрачно видно, как внутри все устроено. И, прежде всего, сквозь тело, вот от самой передней точки, до самой задней точки, до начала плавника, проходят други стержни. Чем трубка отличается от стержни? Понимаете ли мне очень? Полуя. Полуя кто? Стержень. Стержень полая. Трубка полая внутри. А стержень заполнен материалом всегда. Так вот, это именно стержень. Никакой полости внутри нет. По свойствам, низко напоминает полицейскую дубинку. Согнуть можно? Можно. То есть, вы считаете, что полицейская дубинка – это кусок доброводной трубы. Она вполне гнется. Ее вообще можно в кольцо взвернуть. Но, правда, требует усилий. Так? А вот взять и сократить ее длину, сжать. Можно ли ее взять? Не, я не оживаю. Вот это и есть хорда. Единственная деталь скелета, которая есть у ланситников. Так? Если посмотреть со спины, не с боку, как здесь, а со спины, то будет заметна такая история. Вот тело, вот в серединке проходят хорды. И так, вот хорды. А теперь все мышцы поделены на дольки. Это мышечные дольки. Вот так вот. Отделены друг от друга перегородочками. Сертами. Ну, мне лень рисовать на всю длину. Понятно, что на всю длину так. Мышечные предки в этих дольках идут спереди-назад. Вот так. Во всех. И своими концентрами росли к сертам. Идея пометна? Хорошо. А теперь? А сетты приросли к ходу. А вот здесь такая задачка. Давайте сократившиеся дольки я заштреку вам. Поставим точки. Скажите, пожалуйста, вот если заштрекованные мышечные дольки сократились, что будет с расстоянием 1-2? Уменьшится. Уменьшится. Ну, здесь сократились стены перегородочками. Хорошо. А 1-3 сократился или нет? Нет. В результате, как изменится форма этого участка тела? Вот так. Развернуться. Понятно? Хорошо. С участком 3-4 сократился. А участок 2-5? Нет. Не сократился. Что на этом участке? Было вот такой стороны. В ту же самую сторону. Противоположную. То есть, на самом деле, возникло вот такое, ну, слово синусоль, вы не знаете, но вот такая кривая периодическая возникла. А теперь представим себе, что в следующую долю секунды вот те черные, которые здесь черные, расслабились, а сократились. Вот те, которые я сейчас заштриховал красным, вот они сократились, а черные расслабились. Вопрос, что с волной? Вот у нас была волна вот такая, а теперь на места сокращения расслабились, а сдвинувшись, сократились. А волна побежала вниз. Это? Хорошо. А если следующая порция, вот по 3 штучки, сократится еще ниже, что будет с волной? Еще ниже. В результате тело начинает змеообразно изливаться. Вот это очень важный тип движения. Так? На самом деле, это исходный для всех позвоночных тип движения. Очевиднейшим образом он современный змей представлен. У нас, как раз у млекопитающих, с этим типом движений проблемы. Так? Но нельзя понять, как устроено наше тело, если не понимать, к чему оно исходно приспособлено. А вообще-то тело позвоночного должно фундулировать. Итак, этот способ движения называется фундулирация. Змееобразное изливание. Никаких других мышц у ланцетника нет. Никакого другого скелета у ланцетника нет. Как видите, все просто до предела. Так? Для того, чтобы менять... Ну, ланцетник может не только изживаться строго, там, по прямой. Он может менять направление. Для этого, что достаточно? Вот с этой стороны мы три сократили, а с этой стороны мы таким шею сократили. Что произойдет с положением главного ваги? Он сильнее развернется налево. Потому что здесь больше участок сокращен. Так? То есть ланцетник может регулировать направление своего движения. И дело в том, что это метода для плавника. Ланцетники умеют плавать, но не любят. Вот нормальная форма, нормальное положение ланцетника, если к нему никто не представит. Вот какое. Вот дно. Вот здесь море. Так? Ланцетник вот так взорвется в донной осадке. Выставил наружу передний конец тела. В чем дело? Дело в том, что здесь, в предальтовой воронке, работает насос. Это все стенки высполнены ресничными клетками. Реснички совместными движениями гонят воду внутрь глотки. Глотка приинтересная. Во-первых, она вот такая гигантская. Больше половины тела. И только потом она сжимается, вот эта кишка. В результате переснички загоняют вот так в водку. В воду в воде это мелкие пищевые частицы, прежде всего. Всякие, одноклеточные. А теперь вопрос, а нет ли смысл переваривать эту нудную водичку? Или нет? А почему? Да, концентрация пищи там минимальная. Это даже не бульон. Так, это очень... Это в основном вода там 99% воды. Но может быть, 1% пищевых объектов попал. Вопрос, а куда вам выбрасывать лишнюю голову? Чтобы это накопить... Что? Нет, нет, нет. Вот сюда нельзя, здесь проход нет. Вот так. Дело в том, что если мы ее пошлем обратно, то возникнет встречный поток воды, который заблокирует поступление новой порции. Через рот нельзя. А если вы получите порцию, то обратно не будет. Получить порцию, то есть не может быть. Дело в том, что вы тогда выпринете вместе с едой. Реснички задерживаются? Нет, реснички не умеют задерживать, это не хороот. Скажите, пожалуйста, лодка на реке может ли быть за счет того, что рыбаки, там я не знаю, будут грести сетями? Я знаю. Но если и будет, то чертовски неудобно. Грести чем удобнее? Весла. Так вот, реснички – это весла. Так? А фильтровать надо не сквозь реснички, а сквозь сети. Вопрос, где сеть ставит? Весла. Так вот, дело в том, что водка дырявляет. Поскольку реснички сюда загнали новую порцию воды, что с давлением в водку? Увеличено. Водка дырявляет. Давление в водке поднялось. Что сделает вода? Водка дырявляет. Уйдет в эти щели. А теперь вопрос. А снаружи их не видно. А не видно их потом, что эти щели прикрыты складкой кожи. И вот он, выход из вот этого объема. Вот здесь нет клетка, полость. Именно в эту полость выливается вода из водки. И потом, пройдя по этой полости, уже вот здесь, на улице. Кто догадался, зачем это надо? А посмотрите, в каком положении он занимает. Если бы эти щели не прикрыть складкой кожи, чтобы сделал песок с этим щелями. А он просто забил бы. Щели, то есть, огромное количество, а это значит, что сила потока в каждой щели большая или маленькая? Большая. Ребят, вы взяли ресничный насос вообще слабая. А теперь вы взяли ту силу, которую создали от насоса, разделили на 200 порций. Но что вы получили? Маленькую. Получили маленькую. А вот в этом месте, что будет с силой потока? А во сколько раз? В 200 раз. Угроза того, что песчинки забьют это отверстие, существует или нет? Существует. Но она больше или меньше, чем для этих отверстий? Вменьше. Вменьше. Намного меньше. В 200 раз меньше. А почему нельзя веку вывести рядом с собой? Коля, когда вы будете Господом Богом, вы создадите живых существ, как вам кажется нужным. А мы сейчас описываем тех, которые есть в окружающем нас мире. Мы с вами обсуждали этот вопрос. Такой вариант не хуже всех прочих. А раз он не хуже и уже возник, то именно этот вариант будет существовать. А догадайтесь, как эти отверстия называются. Вы знаете это название. Только до этого думали, что это совсем другие органы, для другого нужны. Вот это и есть жаберные щели. Имеет ли ли какое-то отношение настоящее жаберное щели к функции дыхания? Ни малейшего. Это деталь пищеварительной системы. Итак, ланцеринка. Больше 200 пар жаберных щелей. Ширина такая маленькая, что даже одноклеточная не прорезает. Вода выходит, полость из нее на улицу. А где пища остается? В волке. В волке. В волке осталось. Теперь вопрос. Волка здесь, а переваривание мы здесь. Как доставить? Никаких мышц у ланцетника, кроме вот этих, нет. Очень интересная штука, без которой нельзя понять устройство человеческой пищеварительной дыхательной системы. А фокус заключается вот в чем. Под моболки проходит борозда, где стоят уже знакомые нам ресничатые клетки, а между ними стоят клетки слизистых желез. Так называемые бокалы, видные. Вот они. Слизистые клетки, как водится, выделяют слизь. А реснички, что делают с этой слизью? Движение слизи. Создают поток слизи. Догадайтесь, куда этот поток направлен? Из глотки в кишечник. Вот так. В результате, пищевые частицы прилипли к слизи, и слизистый транспортер, это штука так называется, слизистый транспортер, доставляет пищу из глотки в кишечник. И здесь пища переваривается. Как положим, у нас с вами остатки этой системы остались или нет? В дыхательной системе. Значит, а дело в том, что дыхательная система это карман отруши от глотки. Это как раз у костных рыб происходит. Так, значит, а поскольку в исходной глотке на дне вот такой ресничный слизистый транспортер есть, то есть пищевые укол, он не пошел у нас, но зато выстилает все стенки в дыхательной системе. И задача имеет ровно такую же, как у ансетника. Утаскивать твердые, прилившие частицы. Только не пища. Зачем нужны ресничные транспортеры у нас в дыхательной системе? Потому что какие из них пыль? Пылевые частицы, конечно. Пыль, микробы, споры, все, что не должно попасть в наше тело. Все это по дороге прилипает к слизистым транспортерам бронх, трахеи и так далее и выносятся на уровень гортальной. А гортальная, вот эти порции слизи, мы, когда они проходят горталь, рефректурно сглапываем. Сглапываем на самом деле очень сложную слизи, отникнуть только слюну. Как по-вашему, сколько слезной жидкости у вас из глазниц стекает уголка в засудке? Два литра. Представляете себе, два литра. Большая банка. Так? Значит, слезная железа, очень много слезной жидкости под лицами. Ну, и тогда это. Хорошо. Ну, вот на самом деле та основа, которую вам следует представлять, как следует. Так? Про особенности остальных органов, там, выделительная система, половая система, пока говорить не будем. Потом пару слов скажу про единственную реально сложную. У планцетников одна система по-настоящему сложна. Кровеносная система. Фокус в том, что если хотите разобраться с человеческой, начинать наоборот отсюда. Вот тогда можно будет не просто вызоверить кровеносную систему, а решать вопросы, связанные с ней, как математические задачи. Задает вам вопрос, и вы, применяя свое знание, делаете системологические выводы. А вот не просто глупо зубрите материал. Но, предупреждаю, кровеноска это сложный штуг. Продолжение следует... Продолжение следует...